привет дорогие дачники и садоводы и огородники все те кто интересуется загородной жизнью а в частности ландшафтом и обустройством своего земельного участка сегодня я вам расскажу о планирование но не со стороны и точки зрения ландшафтного дизайн дизайнера я ни в коем случае не хочу обидеть профессионалов я думаю хороший профессионал обязательно найдет себе заказчиков и не будет писать мне гадости в комментариях я расскажу это со своей точки зрения с обычного дачника обычного покупателя земельного участка обычный человек который просто переехал на свою землю и хочет одного чтобы вокруг была красота мне не нужны были профессионал я хотела все обустроить сама и этому принципу придерживаюсь до сих пор друзья сейчас я вам расскажу что на мой взгляд важно в планировании вашего земельного участка что нужно предусмотреть и про что нужно не забыть так друзья вот эту зону я сделал довольно таки давно делала я ее еще без помощников без на юбной рабочей силы очень долго сеяла вот эти газоны очень долго сажала плодовый сад но вот именно эта зона мне кажется показатель того что можно сделать бюджетно но в то же время со вкусом чтобы смотрелось что как будто бы тут был человек немножечко профессионал конечно к этому я пришла с годами но на сами можете вот оценить вот этот кусочек тут нет дорогих прудов как вот ну на той зоне моего участка там потому что обязательно найдут все кто скажет конечно есть деньги вот тут ничего особенного нет вот этот вот куст как потом оказалось жимлости я нашла в лесу в лесу были посадки вот таких вот кустов я его выкопала принесла себя на участок очень долго формировала это самые-самые обычные пионы это живо капала у бабушки на даче на заброшенной даче переносила сюда и на третий год это просто было произведение искусства тут вообще у меня на этой клумбе самые-самые простые растения лилейники спирея просто я их формирую все шарики смотрятся очень достойно сажал вот реально маленькими маленькими палочками вот дерен самые простые и доступные растения для любого обывателя тут как вы могли заметить даже нет хвойных деревьев ну то есть такая клумбочка из многолеток сразу отвечаю на вопрос потому что очень многие интересовались что это такое мне лежит на грядке это мульча она позволяет мне экономить мое время силы я не дергаю сорняки геотекстиля под ней а у меня нет вот именно этой клумбе потому что все многолетки именно выходят из земли хоть болтать я ушла от темы мы сегодня говорим про планирование поехали я просто вам хочу сказать что вот эта зона обуст но она видите она еще в процессе обустройства но вот-вот наступит финальная часть я вот только засела тут газон тут еще видите молоденькие растения еще нет вот этой красоты не просматривается но концу лета и этого добьемся пойдемте на тот участок где я как раз и буду планировать и так друзья конечно у меня планирование будет немножко отличаться от вашего если у вас новый участок потому что я от свой уже обустраиваю 10 лет и основные ключевые моменты на нем уже присутствует но план он есть план и для всех он един первое что вам нужно сделать конечно же нарисовать все ваши строения уже имеющиеся на миллиметровке берите бумажку в клеточку миллиметровку ватман что хотите но лучше конечно делать это с разметкой делайте масштаб разрисовывайте ваш забор какие-то могут может остались от старых хозяев большие деревья например яблони груши вишни обязательно тоже это учтите при рисунке и конечно же учтите мнение своих родственников с которыми вы живете потому что в первый год я считал что ландшафтный дизайнер у нас только я а потом по моим красивым бархатцам проезжал трактор потому что муж думал что это сорняк обязательно учтите мнение всех членов семьи потому что как если вам кажется что это правильно для вашего мужа может оказаться что это неправильно конечно все мы в основном начинаем со строительства дома до участка доходит уже в последнюю очередь когда мы уже переезжаем и вспоминаем ой блин еще хочется красоты мой вам совет начинайте ухаживать за участком сразу я вообще всегда никогда не спрашивают с чего начать красоту я всегда говорю с газона сейчас если это услышит какой профессионал ландшафтный дизайнер скажет с какого газона там потом 50 раз переделаешь но вот для меня вот это вот визуальная красота чистота очень важно вот этот зеленый цвет идеальная площадка все может меняться вы можете сажать деревья там они могут расти у вас пять лет потому что были маленькие но вот это вот зеленая ровная площадь всегда как-то знаете настраивает на позитивный лад и это не обязательно посевной для рулонный газон для начала подойдет вот такой газон вот если вы вот такой сорняк который есть у каждого участке будете стричь раз в неделю триммером ровненько будете подстригать подстригать концу лета вполне себе сойдет за газон будет очень даже прилично ну и потом мы с вами планируем постройки скорее всего основной дом у вас есть либо если нет вы его планируете конечно что у нас из основного баня детская площадка беседка зодна мангала барбекю какие-то хоз постройки я не знаю сарае что у нас еще из важного на участка на участке но дальше мне кажется по желанию пруды и бассейны батут я не знаю кто что город она и чуть не забыл самое главное я вам говорил об этом в предыдущем видео конечно не забудьте про осад и огород у всех это понятие растяжимое кто-то с удовольствием засадит 10 соток картошкой а кто-то сделать маленькую декоративную блядочку но обязательно обязательно учтите эту зон пусть у вас ради растет хотя бы мята я не знаю редиска и салат но пусть у вас хотя бы такой огород но он обязательно будет а потом можно 10 соток картошкой засесть все свои постройки обязательно продумать например зону отдыха логичнее сделать из выхода из основного дома откуда-то с кухни то есть глупо если мангал у вас будет находиться например при выходе из дома где-то рядом там с гаражом то есть это должно быть место куда вам хочется выйти с чашечкой чая или кофе вот в моем случае вот этот бардак как раз и импровизирует беседку куда я буду выходить с чашечкой кофе это основной выход из моей беседки она же кухня вторая кухня моем доме летняя кухня где варю лечо варенье то есть продумайте этот момент чтобы опять же не тащить если приехали гости тарелки вилки на другой краю участка ну сами понимаете это должно быть удобно еще например такой момент вы решили поставить бассейн тоже продумайте тот момент что в бассейн нужна вода и не стоит ставить бассейн где-то далеко от водопровода чтобы потом не наливать эту воду тоненьким шлангом и на это ушло три дня пока мы налили бассейн уже зацвел ну все друзья у нас есть с вами красивая картинка есть план участка там вы впихнули невпихуемое все супер на бумажке у нас есть и детская площадка и теплица и чего только нет и все на двухсотках земли одно дело у нас с вами картинки другое дело планировка на площади первое что мы с мужем всегда делаем забиваем колышки наши любимые деревянные колышки мы вот сейчас как раз вот в этой стадии можно увидеть везде вот эти зеленые нитки которые мы натягиваем с места на место и вот такие вот дубовые колья хорошо что не осиновые подготовьте их побольше и погнали вбиваем кол в четырех углах тут у нас с вами грядка тут вбиваем тут у нас дорожка и поехали погнали немножко прогульнулись по кольям посмотрели нормально ли это все будет не узкую ли вы оставили дорожку в 50 сантиметров думаю что вам этого достаточно может быть все таки сделать ее метр то есть походите вокруг этих колышек прикиньте это все на месте потому что мы с вами не профессионалы мы конечно люди умные тут спорить нечего но на территории это всегда выглядит по-другому еще я вам предлагаю сразу как только вы купили участок вскопать какой-то участочек земли и сделать вот там импровизированный детский садик потому что как только мы купили участок первое что у нас мы поперлись с вами в садовый центр закупили надо не надо горшков наставили а потом думаем куда это сажать вы посадите пока вот ну все вот так вот рядочками потому что любое растение показывает себя с годами вот яркий пример просто у меня вот этот детский садик у меня тут давно я какие-то растения беру что-то сюда высаживаю все высаживаю но в том году я знал что тут я буду обустроить все с нуля единственное что я посадила два пиона смотрите где его посадила прямо в середине дорожки поэтому друзья не начинайте с растений начните с чего-то глобального с дорожек с построек с каких-то объектов без без которых вы не обойдетесь вот мне сейчас опять пересаживать этот чертов куст пиона ну ничего это у меня хобби сажать с места на место вы не совершаете моих ошибок еще мой совет по дорожкам мы очень часто делаем такие геометрические ровные дорожки кто-то наоборот делает извилистые чтобы вот подчеркнуть красоту ландшафтного дизайна чтобы вот все было красиво дорожки основные я не говорю про второстепенные потому что у меня второстепенные все-таки больше красоте нежели к удобству а основные дорожки делайте так как вам удобно ходить это по моему в японии так делают то есть на ровной площади земли отправлять толпу народа и вот где вот они проложили вот эту тропу ногами там и делается дорожка пойдемте я вам покажу самый яркий пример на моем участке и так вот все самые дорожки которые основные и которые были сделаны по красоте ну это вот мой конкретный пример как мы лопухнули сейчас мы очень хотим исправить эту дорожку сейчас уже у нас конец мая и вот эта дорожка изрядно подзаросла а вообще весной у нас тут вот такая знаете четкая четко истоптанная трава потому что вот так вот не ходит никто все ходит по косенькой особенно особенно зимой когда дорожки заметает вот так вот мы ходим и каждый год этот газон очень долго зарастает либо я его восстанавливаю то есть основные дорожки от дома к бане до гаража входная группа они должны быть в первую очередь удобные они красивые вы наверное ждете когда ну когда сажать растения друзья дойдем и до растений давайте определимся с главным еще одно главное что может быть на нашем участке это коммуникация вот тут у нас с мужем вечный конфликт мне хочется быстрее засеять газон а он на меня ругается говорит какой газон а у нас еще не проложен полив автоматический и вот это у нас война постоянно я все равно засыпаю засеваете газон он потом уроет траншею ворчит на меня что-то любишь переделать все по несколько раз поэтому помните те люди с которыми вы живете с ними нужно советоваться прям что-то делать на своем участке коммуникации что сюда входит а ну во первых освещение очень важно продумать на участке освещения многие почему-то про это забывают и думают что какого-то фонаря около входа нам будет достаточно за глаза мой вам совет прекрасный сайт алиэкспресс сейчас там чего только нет и причем нормального приличного качестве вам сейчас покажу свою гирлянду которую я заказал на новый год и в итоге она нам так понравилось она светодиодная не ест электричество и при этом у нас все горит огнями ночью как днем продумайте этот момент потому что какие-то основные объекты должны быть освещены это та же беседка тоже бани может быть контур дома то есть те места где вы будете находиться должны быть обязательно с освещением у меня вот например очень важно чтобы освещался огород потому что что больном человеку в голову придет я могу сажать их 12 ночью мой компаньон писи идем 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 к нам съемку делать свет может быть газ потому что мы не у всех проведены такие коммуникации как газ вода к основному дому у многих это новое строение на участке допустим стоит какой-то старый дом прежде чем что-то сажать что делать обязательно это продумайте может быть где-то заранее вы прокопаете траншею либо изначально не будете там ничего сажать знаю что у вас там пройдет линия ну и вода вода у нас в первую очередь на участке для полива вот это автоматический полив у кого-то это обычный полив вот эта бочка на участке неважно просто продумайте обязательно тот момент как ваш участок будет поливаться вот например у меня есть зона которая поливается автоматически это вот мой большой газон и вот там та красота где мы сейчас гуляли около пруда но тут уже другая зона площадь у меня очень большая стал вопрос чем мы будем поливать тут решили поливать из пруда как будем воплощать в жизнь все вам расскажу уже кстати заказали автоматический полив это же вам обязательно расскажу и покажу будут вопросы что это за штучки пойдемте одним глазом покажу но укладывать будем вместе с вами смотрите это такие ячейки это для парковки для живой парковки кто со мной знает я в прошлом году такую делала на дело из бетонных блоков которые мы сами заливали а сейчас нет времени желания сил выдерживает до 10 тонн нужно нам для того чтобы ездил наш трактор у нас небольшой трактор и когда я убираю территорию все-таки территория очень большая и честно сказать но техника меня выручает где-то подвести большую телегу возить всегда надо тем более с нашими площадьми будем укладывать вот тут вот будет дорожка а тут она будет до конца проходить и потом в нее я посею газон издалека это будет казаться что это обычный зеленый газон но при этом если поедет техника ничего у нас не продается ничего не вытоптается ну что друзья май у вас все впереди если только начали планировку берите листочка ручку рисуйте черкайте выходите на свои участки рисуйте на их по-настоящему и давайте вместе воплощать все наши мечты в жизнь в реальности вместе будем ухаживать и любить наши участки а я с вами увижусь в следующем видео где мы как раз с вами и будем прокладывать те самые коммуникации там будет очень интересно потому что на этом участке у меня будет канализация для чего она тут нужно я вам обязательно расскажу будет автоматический полив и увидимся в следующих видео с вами был нетипичный фермер подписывайся на мой канал чтобы ничего не пропустить сезон обещает быть очень жарким насыщенным и нам придется очень много поработать а я вас жду в следующих видео пока 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 пока